Я спирант Исаа, занимаюсь санскритской грамматикой, а именно тема моего исследования это парибхаши, если говорить коротко, интерпретационные правила к сутрам панине. Ну, вы знаете грамматический трактат в панине, описывающий правила санскритской грамматики. Этот трактат написан очень сжатым языком сутр, в котором много сокращений, особых технологий прочтения. И для того, чтобы понимать, как читать сутры, как их правильно применять, те правила, которые в них даны, разработаны интерпретационные правила, в том числе и самим панине. Это парибхаши, содержащиеся в самом тексте, который называется Аштадьяи, то есть восемь уроков, он написан, он составлен, точнее, приблизительно в пятом веке до нашей эры. Давайте я начну пока с презентации, параллельно со своим рассказом, потому что мы уже, в общем-то, переходим к теме моего доклада. Год назад здесь я также рассказывал про парибхаши, причем уже пост понеднийские, и мы разбирали комментарии к одной из них. Сегодня я хочу поговорить о том, насколько важны парибхаши, причтения и сутр панине. Как я уже сказал, в тексте Аштадьяи такие интерпретационные правила, называемые парибхаша, уже содержатся, можно с помощью них понять, как интерпретировать или просто правильно читать сутры. Мы сегодня это увидим. В дальнейшем, где-то во II веке до нашей эры, Фатанджире составил знаменитый большой комментарий к Аштадьяи, после которого уже грамматисты стали каждый в своих школах разрабатывать списки интерпретационных правил. Дело в том, что парибхаш, содержащихся в Аштадьяи, я их буду называть парибхаши сутрами, то есть это сутры, встречающиеся в Аштадьяи, но являющиеся парибхашами, интерпретационные сутры. Когда же я буду просто употреблять термин парибхаша, то это будет означать уже постпанинейские парибхаши, которые разработаны как раз в различных грамматических школах. У каждой школы был свой список парибхаш, дополняющих парибхаши сутр и панине. Парибхаши сутр оказалось не вполне достаточно, чтобы проинтерпретировать каждое из его правил. Понадобились дополнительные. После создания большого комментария по Атанджире эти дополнительные правила стали активно вводиться в обиход. Мы сегодня рассмотрим одну сутру панине, посмотрим, какие парибхаши сутры самого панине помогают ее прочесть и каких правил в корпусе Аштадьяи не хватило, чтобы полностью правильно воспользоваться правилом, задаваемым этой сутрой. Речь идет о сутре 6.1.45. А, Д, Ч, Х, У, П, А, Д, Ч, А, Щ, Т. И мы ее переведем в процессе доклада. Сейчас я перевод давать не буду, потому что мы будем следить за тем, как этот перевод выявляется. Во-первых, текст этой сутры нужно немного дополнить. Это довольно распространенное явление в Аштадьяи. Мы дополняем текст сутры 6.1.45 какими-то элементами из предыдущих сутр. То есть происходит так называемая анувартана. И слово «да-тох» из сутры 6.1.8 вставляется в текст сутры 6.1.45. И мы получаем более полное высказывание от «да-тох» речи, упадающие Аши-ти. Это первый этап. Далее мы попробуем прочитать, о чем говорится в этом высказывании. Для этого мы пользуемся парибхаши сутрами самого Панине. Это сутры 1.1.49, 52, 66 и 70. Многие из них очень известны. На всякий случай я их выписываю. Если слово приводится в родительном падеже, то его нужно сопровождать предлогом «вместо». У нас здесь в родительном падеже слово «эйчах». То есть это «эйч» в родительном падеже. И правильно читать нужно не просто «эйч», а вместо «эйч». То есть «эйч» — это то, что будет заменяться по данному правилу. Кроме того, 1.1.52 говорит, что замена подставляется вместо конечной фонемы того элемента, для которого эта замена предписывается. В данном случае «дха», «тох» — это тот элемент, в котором будет производиться замена. Это корневая основа. И вот в этой корневой основе будет производиться замена «эйч». поскольку именно «эйч» стоит в родительном падеже, и вместо него будет что-то подставляться. Подставляться будет «а». Оно здесь записано в виде «ад». Это именительный падеж, поэтому именно это и подставляется. Как бы «ад» вместо «эйч». Так нужно читать. Почему мы понимаем, что под «ад» закодировано «а»? Вот видите, фонема, сопровождаемая «т», помимо своей собственной формы, обозначает также созвучные ей фонемы той же долготы, что и она. Дело в том, что если бы было употреблено просто «а», то оно бы по еще отдельному интерпретационному правилу означало всевозможные «а» любой долготы, нозализованные, ненозализованные и так далее. Когда же к «а» приписывается «т», то вот по правилу 1.1.70 это может означать только «а» той долготы, какой указано. В данном случае долгая «а». И мы уже более или менее понимаем, что «а» подставляется вместо «эйч» в глагольной основе. И еще вот 1.1.66 нам говорит, что если элемент приводится в тексте в местном падеже, приводится в сутре в местном падеже, то операция, предписываемая этой сутрой, применяется к предшествующему элементу. У нас в местном падеже слово «ащит», то есть операция замены «а» вместо «эйч» осуществляется перед «ащит». «ащит» — это любой аффикс, не имеющий пометы «щ». Переводится это так. То есть перед любым аффиксом, не имеющим пометы «щ», будет производиться такая замена в корневой основе. И еще у нас есть слово «упадающие». Сейчас мы его разберем. Для начала заметим, что же такое «эйч» в системе «пани». Это специальное сокращение, отдельно задаваемое еще предварительно до всех сутр штадьяей. И оно расшифровывается как группа «эй, ай, о, ау», то есть все дифтонги. Получается, что вместо дифтонгов в корневой основе, причем дифтонгов конечных, подставляется «а» долгое перед любым аффиксом, не имеющим пометы «щ». И вот «упадающие» — это означает в том виде, в каком это передается в данном трактате, то есть у самого Панини. Сейчас мы на примере поймем, что означают эти слова, почему нужно корни брать именно в том виде, в каком они даны в трактате. Сейчас же прочтение сутры мы первое получили. Речь идет о такой описанной замене. Давайте рассмотрим пример. Берем какой-нибудь глагольный корень, например, «глай». И, как видите, он оканчивается дифтонгом «i». То есть подходит к нам под все условия данной сутры. Что будет происходить, если мы, допустим, будем образовывать и инфинитив от данного глагола утомляться. То есть прибавим суффикс «to moon». Здесь «u» и «n» — это тоже грамматические пометы. Давайте скажем несколько слов о том, что это такое. У нас в тексте самой сутры тоже говорится об аффиксах, не имеющих пометы «щ». Аффиксы «ащит». Эти грамматические пометы приписываются по мнению к морфемам и к другим элементам для передачи различного рода грамматической информации, сопровождающей данные морфемы в тот момент, когда они будут использоваться при словообразовании. все сопровождающие их использование операции зашифрованы внутри этих грамматических помет. После того, как мы расшифровываем информацию, содержащуюся в данных пометах, сами пометы отбрасываются. То есть в конечном виде слова они уже не проявляются. но очень удобно их использовать для краткого описания различных явлений, возникающих при присоединении той или иной морфемы, когда мы образуем различные грамматические формы. Вот как раз здесь, когда мы присоединяем суффикс «тум», при нем имеются тоже две грамматические пометы, которые в конечном итоге надо будет отбросить. То есть от «туму» останется уже после всех операций только «тум». И как мы пользуемся нашей сутрой 6.1.45? Она говорит, что конечный дифтонг корня, в данном случае «ай», должен замениться на долгое «а». Это мы и проделываем. Вместо «глай» у нас возникает «глаа». Присоединяем суффикс «тум» и получается форма инфинитива «глаатум». «Глай» в таком виде этот корень дан у самого памяти в списке корней «даатупата». То есть это то, о чем шла речь в том виде, в каком корень приведен в самом трактате. Зачем это вообще было сказано? Ну, давайте рассмотрим другой корень «нин», означающий корень глагола «вести». И тоже попробуем образовать форму инфинитива от этого корня. По неким правилам образования такой формы мы должны произвести замену гуна гласной данного корня, то есть вместо «и» долгой мы должны подставить гласную гуна. Известно, что из гласных гуна соответствует долгой и гласная «э» гуна «э». Также по еще одному правилу вместо церебрального «н» в корне «ми» должно появляться зубное «н», то есть корень в общем-то видоизменяется сильно по сравнению с тем, как он приведен в дату патве. «н» становится зубным, а «и» заменяется на гуну «э». В результате получается, что корень имеет вид «нээ», и в этом своем виде он уже оканчивается на дифтонг «ээ». И мы могли бы подумать, что можем применить правило из сутры 6.1.45 и заменить этот дифтонг на «а» долгая. Но этого не происходит, потому что в тексте сутры предусмотрительно указано, что замена осуществляется только для тех корней, которые в том виде, в каком они даны в дату патхи, имеют дифтонг, конечный дифтонг. В данном же случае дифтонг появился уже в результате применения различных правил, и это не тот вид, в котором корень был дан изначально. А значит, наша сутра 6.1.45 не действует и «не» остается как было «не» с суффиксом «тум» получается форма инфинитива «неэтум» вести. Вот что мы могли позволить себе до сих пор в отношении прочтения данной сутры, основываясь только на интерпретационных правилах самого панина, то есть только на парибхаши сутрах. Давайте посмотрим, какие еще нюансы мы упускали, не привлекая дополнительных интерпретационных правил. Я буду пользоваться списком парибхаш, то есть дополнительных интерпретационных правил Мила Канхи, это грамматист, живший в 17 веке. Вообще списков парибхаш дошло до нас достаточно много, где-то с 5 века нашей эры есть образцы, но я сейчас работаю как раз со списком парибхаш Нила Канхи, и в его списке под номером 7 имеется следующая парибхаша Нану Банда Картам Ане Джанте Твам это означает следующее корень оканчивающийся дифтонгом и еще дополнительно снабженной грамматической пометой не трактуется как не оканчивающийся дифтонгом. о чем речь? Вот еще один корень из Дхатупадхи «мен» у него «н» задненебная это грамматическая помета то есть она не входит в состав самого корна но тем не менее она является конечной в записи этого корня в Дхатупадхи поэтому могли возникнуть сомнения считать ли дифтонг «э» конечным для данного корня и тогда мы можем применять наше правило 6.1.45 в данном корне или ввиду того что после него в исходном виде в каком корень приводится в Дхатупадхи написано еще «н» грамматическая помета мы должны считать что данный корень уже не имеет конечного дифтонга вот с помощью Парипхаши 7 мы в явном виде можем разрешить этот вопрос и несмотря на то что грамматическая помета была приписана после дифтонга дифтонг все-таки считается в корне конечным и как видите в форме инфинитива маатум это проявляется мы вместо дифтонга Э по нашей же сутре 6.1.45 подставляем А долгое несмотря на то что была грамматическая помета Н она в итоге тоже отбрасывается и получается форма инфинитива маатум обменивать вот один из примеров когда нам потребовались дополнительные интерпретационные правила для корректного применения в различных ситуациях правила задаваемого какой-либо сутрой панили но конкретно для нашей сутры 6.1.45 есть еще и второй такой пример нам потребуется из того же списка парибхаш Нила Канхи еще одна парибхаша 17 ясмин види тададау адгране ясмин види тададау адгране правило содержащее какой-либо элемент обозначающий одну фонему и стоящий при этом в местном падеже должно применяться к форме начинающейся с этого элемента дело в том что стандартно есть интерпретационное правило упадения о том что если какой-то элемент упомянут то нужно применять правило к форме оканчивающейся этим элементом но там специально оговорено не в случае когда данный элемент обозначает одну фонему а здесь как раз случай когда элемент обозначает одну фонему и получается о нем мы заранее не знаем нужно ли рассматривать форму начинающейся этим элементом или оканчивающейся им потому что то основное интерпретационное правило фонеме об этом не говорит данная же парипхаша нам говорит что вот в частном случае когда этот элемент обозначающий одну фонему стоит в местном падеже то вот в этом случае уже точно понятно что нужно рассматривать формы начинающиеся с данного элемента как это применяется в нашем правиле 6.1.45 я вернусь к тексту сутры помните там у нас было ащити это как раз слово в местном падеже и говорится что не перед щит это происходит не перед щит а щит это название грамматической пометы щит словом it у панини называется грамматическая помета то есть щит это грамматическая помета щит и нужно применять наши правила только не перед ней не перед щит как раз у нас щит это обозначение одной фонемы грамматической пометы состоящей из одной фонемы щ и это находится в местном падеже поэтому мы можем использовать нашу поревхашу 17 и утверждать что речь идет о суффиксах именно начинающихся с этой грамматической пометы щ а не просто содержащих ее где-то в своем составе таким образом когда мы скажем к корню глай уже рассмотренному прибавляем суффикс щап то есть начинающийся с грамматической пометы ща то наша сутра 6.1.45 не срабатывает и глай не заменяет свой дифтонг i на долгую а как видите мы все грамматические пометы отбрасываем получается глай а ти и таков и есть конечный итог формирования данной формы глай а ти ну здесь санхи гласных произошло это обычное явление но i на а долгую не заменилось в то же время если прибавляется суффикс щ он тоже имеет грамматическую помету щ казалось бы для суффиксов с грамматической пометой щ наша сутра 6.1.45 не должна срабатывать но поскольку эта помета находится не в начале суффикса а его конце то благодаря парипхаши 17 мы знаем что применять 6.1.45 сутру все-таки можно этот суффикс это окончание третьего лица единственного числа перфекта и вот уже рассматриваем нами корень мен в перфекте требуется его удваивать и прибавлять окончание эйш и перед произведением удвоения наша сутра 6.1.45 заменяет э на а и удваиваться будет уже корень в виде ма и он сначала приобретает вид мама и потом уже по еще отдельному правилу который сегодня не будем рассматривать а долгое при присоединении суффиксов выпадает и получается вместо мама просто мам и окончание э маме но если бы это а долгое вообще не возникло то оно бы по дальнейшему правилу выпадения а долгого и не выпало таким образом по самому факту его выпадения мы можем догадаться что это а долгая действительно в процессе построения данной формы там возникало то есть сутра 6.1.45 применялось кроме того в удвоительном слоге тоже у нас гласная а которая является кратким вариантом долгой а так что у нас двойное свидетельство что замена э на а действительно в процессе построения происходила а стало быть наличие грамматической пометы еще в суффиксе в суффиксе эщ не было препятствием применения сутры 6.1.45 все благодаря тому что он был конечным а не начальным данным суффиксом вот мы с вами в явном виде применили две парипхаши постпанинийских дополнительные интерпретационные правила позволившие нам в различных частных случаях более точно применить правила задаваемые планами самим его трактатом мы не должны ограничиваться потому что каких-то нюансов в нем бывает и не указано на этом я готов закончить спасибо евгений александрович у меня более общий вопрос парипхаша в рите не лаканхи который вы изучаете ну не конкретно это парипаша а в целом какое у вас впечатление старается ли он показать в целом своей интерпретации парипхаш что панини хотя он напрямую не говорит об этих правилах что все-таки как-то он имеет ввиду что эти правила есть я думаю что в парипаша душехре нагеша очень часто эту идею выражает мне было интересно какой подход у нюансов да этот подход нагеша и бхатты на самом деле является классическим и у предыдущих составителей списков парипхаш он всегда тоже используется ими нила канха также для каждой парипхаши приводит ее так сказать доказательства ее существования что не он сам ее выдумал и она основана на некоторых каких-то признаках разбросанных в тех или иных сутрах панини и можно обнаружить как бы хвосты этих парипхаш внутри самого текста панини обязательно все стараются авторитет панини сохранять и преумножать а не критиковать его что он забыл что-то поменять понятно спасибо большое спасибо мне кажется что я не до конца поняла по поводу седьмой парипхаши на анабанда критам анэджетан татрам по поводу того что корень оканчивающийся дифтонгом считается корень без дифтонга мне кажется что не знаю мне кажется что здесь вообще парипхаша не нужна потому что в сутре сказано от эчага то есть эч ну если эдит тонг то корень мы просто мэ плюс тунг и мы должны уже по сутре просто заменить и она долгая а дело в том что по одному из правил по парипхаши сутры уже самого панини когда рассматривается замена какого-то элемента замена фонемы в каком-либо элементе то всегда подразумевается что это замена конечной фонемы поэтому то что этот дифтонг был конечным это считалось обязательным несмотря на то что это сказано в тексте сутры не было но так надо читать по правилам самого панини поэтому то что был ли этот дифтонг конечным этот вопрос был действительно важным то есть здесь скорее вопрос об этой анубандге то есть это мэнг то что он заканчивается на да вопрос был в том приписывании анубандге делает ли дифтонг уже не конечным или он все еще считается конечным а ясно то есть это вопрос о конечности и неконечности все понятно спасибо если можно вас попросить расширить пару слов об анувартане и принципах вот этих перетаскивания слов из одного правила другой об этих подсказках так оно произойдет вопрос достаточно крупный в общих чертах это происходит по определенным правилам дополнение дополнение текста сутры словами ну или элементами из предыдущих сутр производится не наобу есть различные факторы позволяющие это делать или нет в частности например если место такого элемента уже в сутре занято то дополнительно уже невозможно добавить такой элемент откуда-то еще но кроме того есть такое правило в конечном итоге что добавлять или не добавлять что-то нужно исходя из реального состояния языка то есть интерпретация всегда должна следовать реальным явлениям и если что-то вы добавляете то только ради того чтобы в итоге получилось правильно правильные формы получались и если например этого не требуется то тогда и добавлять ничего не надо но в общем и целом это крайне распространенное явление то есть редко какая сутра не содержит вот дополнение элементами из предыдущих сутр но довольно можно большую теорию то есть это отдельное исследование нужно проводить как описывать всю технологию вот когда случается оно в атоме я очень благодарна вам за вот эту демонстрацию которой мне очень сильно не хватало когда я пыталась разбираться в панине не будучи лингвистом и интересуясь в основном как работает механизм дискретного мышления и континуального мышления и ну я тогда писала диссертацию в которой докторскую в которой пыталась показать как грамматическая традиция повлияла на философское мышление в большей шике вот и собственно какой у меня вопрос вот эти вот ключевые операции вот вы нам продемонстрировали Анну Вартану Анну Врите да это так сказать континуальность да это с той чем связано как преемственность ну существовала ли обратная операция в Явартана да которая отсекает как бы ненужные континуальности если я правильно понял вопрос такой привести пример ну существовал ли термин в Явартана для начала для противоположной операции для исключения или Анну Вартану включало в себя и моменты так сказать исключения есть есть вот интересное такое средство тоже интерпретации называется Йога Вибхага это когда вы ради получения какого-то вот определенного правила отрезаете вырезаете из сутры только некоторую ее часть и пользуетесь только вот этим высказыванием и достигаете нужного смысла то есть процесс урезания текста сутры в целом допустим и также в общем есть специальное правило Парибхаша о том что йога Вибхага допустима но только в той мере пока она не противоречит и не создает ничего не существующего то есть злоупотреблять этим нельзя спасибо можно я добавлю еще один момент по-моему если просто поиском посмотреть слово в ябрите в грамматических текстах как каша каньяса и более поздние тексты оно довольно часто используется в значении в ябрите или какого-то правила или слова которое они не хотят чтобы эта сутра давала или же может быть как вы думаете Евгений Александрович это в ябрите может быть такой немой то что ограничивает именно ануврити из какой-либо другой сутры возможно ли интерпретировать таким образом слово в ябрите ну вы знаете сейчас лучше не буду это утверждать лучше взглянуть сначала посмотреть немного изучить этот вопрос моментально не готов ответить шри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok